Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Рье. Глава, которая, ну, самые почти известные слова. Смотри, я ставлю перед вами сегодня благословение и проклятие. Что значит ставлю? Мы отдельно поговорим, не сегодня, но давайте теперь об благословении и проклятии. Раби Давид Акоин в своей книге «Ават Давид» написал, что Машера Бейну не зря подчеркивают слово «сегодня». Сегодня, перед вами сегодня благословение. Это учит нас тому, что человек должен и может измениться каждый день. Вот именно сегодня перейти из пути проклятия на путь благословения. Человека никогда нет обреченного что-то. Это действительно, надо вдуматься в эти слова. Сказано еще, в связи с этим, он будет давать тебе в долг, а ты ему не будешь. История, короткую расскажу о праведнике Магиты Стольне. С просьбой к нему пришел один человек. Он хочет расширить свой бизнес, и для этого ему нужен большой кредит. Он подал заявку банковского учреждения, выдающего кредит. И вот теперь просит, чтобы прошло все хорошо, и ему дали кредит. Он закончит свою речь, молчание. Поскольку тишина там, он думает, что может, ну, пожилой человек не услышал. Поближе к праведнику наклонился и повторил свою просьбу. Раби, благословите меня, чтобы я получил кредит. Праведник увидел, что намеков не понимает человек и говорит, я всегда проявляю осторожность, чтобы не проклинать ни одного человека. Я готов дать только благословение. Он говорит, конечно, раби, я как раз и хочу благословения. Нет, говорит, ты хочешь проклятия, а я не проклинаю. Это написано прямым текстом в нашей главе. Он будет давать тебе в долг, а ты ему не будешь. Если ты хотел бы благословения, да? О нем, говорит, савторе в другом месте. Ибо Бог всесильный благостоит тебя и будет одалживать ты многим народам, а сам не будешь брать долг. Ну, посетитель стоит в растерянности, там не знает, что, а праведник говорит ему утешающим голосом. Если хочешь благословения, напротив, попроси, чтобы оно снизошло на твой бизнес, чтобы ты сумел увеличить его, не влезая в долги. Кредиты – это проклятие истории. Порабощение будущего ради настоящего. Раб – должник перед человеком одалживающим, говорят совмешлей. В письмах Хазон Иш дает список наставлений для учеников Ишивы. Их всего шесть. Но в них заключен целый мир. Ключи к возвышению, к успеху, к радости в этой жизни. Одно из наставлений – тщательно остерегайся, чтобы ни у кого не брать в долг деньги. Иногда людям кажется, что это очень нужно, но так говорит наша Тора. Мы приближаемся к Рошашана, смесь в целу, вообще уже это мы как бы рядышком. И Хасидут объясняет, что в Рошашана каждый получает благословение от Всевышнего на целый год. Это благословение находится в духовных мирах. И самостоятельно не опускаются на землю. Наш материальный мир. Каким образом превратить благословение в конкретные вещи? Здоровье там, я знаю, что ты просишь. Мир, деньги. Для этого необходимо в нашем материальном мире создать что? Сосуды, способные вобрать в себя вот эти духовные благословения. И трансформировать их в необходимую материальную потребность. Надо создавать сосуды. Если не будет создано такого сосуда, то не найдя своего адресата, благословения останутся где-то в духовных мирах. Для объяснения могу просто сказать, что вот возьмем Минфин, да, работу Министерства финансов. В каждой отрасли промышленности утверждается определенная смета на целый год. Однако, чтобы получить средства на свой банковский счет, Министерство должно, там, я знаю, подробный план получить от каждого предприятия. По каким там, для чего идет, как. Подобно этому благословения, полученные в Рошашина, должны пройти соответствующие каналы какой-то трудовой деятельности. Не бывает просто так, что кто-то учится, кто-то лечится, кто-то работает. То есть, вот это все, мы живем в мире физическом. Вот этот день сюда, вот когда все распределяется, он уже приближается. Что это такое написано, мудрец? Да это день расплаты. Это можно уподобить человеку, который взял кредит в банке, обязался делать выплаты, оставил залог в свою квартиру. Взятые в банке деньги он израсходовал, а выплат делать не может. Предупреждение игнорирует, что его выгоняют из квартиры. Кому он может пойти претензии? Да ни к кому, только к себе. О чем здесь говорится? Человек, совершив кирхи в течение года, желая насладиться, да он хочет. Насладился, ну так теперь хотя бы начни выплачивать долг, исполняя заповеди, чтобы положить их на вторую чашу весов и уравновесить чашу грехов. Вот простая очень схема. Срок приближается. Уже мы слышим, может быть, кто не слышит, послушайте, уже трубят в шафар, посылают предупреждение. Если игнорировать это, начинают отнимать. У кого-то, не дай бог, здоровье, у кого-то имущество, у кого-то еще что-то. Кому идти с претензией? Этот пример вполне соответствует реальности с одним отличием. Управляющий банка здесь у нас вот такой условный, да склонен к милосердию, он хочет сделать человеку добро. Он готов стирать долги. Но с одним условием, человек должен твердо сказать, что я больше не влезаю в долги. Ну пусть по крайней мере постарается. Что есть шува раскаяния? Это когда грешник прекращает грешить, устраняет из мыслей даже это, да, и решает больше не повторять и сожалеет о прошлом. А тот, кто видит в сердце, он свидетельствует. И тогда долг стирается. И остаются только заповеди. Поэтому, а представьте себе, с какой улыбкой встречают тех, у кого положительный счет в банке. Кабала учит нас, что реальность как зеркало. Посмотрите в зеркало и улыбнитесь, и оно излубляется вам в ответ. Если мы проклянем себя в зеркале, то изображение проклятием вернется нам назад. Вот так устроена жизнь. Осознаем мы это или нет? Когда мы совершаем отрицательные поступки, в нашем мире космическое зеркало, вот это, отражает негативную энергию нам назад во время Рашишана. Брахавы от слаха. И нам сказано благословение.